здравствуйте дорогие друзья сегодня во всех отношениях необычное видео первое мне нужна ваша помощь ко мне обратился олег староверов из казани и рассказал интересную историю когда он был еще маленький он подрезал у дедушки станок и брился им т-образный нашу тэшку да тогда он ему показался ужасно злым и острым и он забыл про него а сейчас к сожалению дедушка уже восемь лет как ушел царство ему небесное и месяц назад олег посмотрел мой канал и загорелся нашей темой темой бритья и тут вдруг откуда не возьмись станок пропавший на все это время и который он даже не видел и понятия не имел где его искать вдруг находится находится он берет его в руки начинает бриться это что ему было злым и ужасно ужасно агрессивным сегодня ему кажется что его гладит и ласкает одна беда он прислал мне кучу фотографий а что это за станок понять не может вы только поймите меня правильно про поиск в гугле по фотографии я тоже в курсе но хотелось бы узнать мнение специалистов мнения профессионалов а более чем уверен на нашем канале их немало так что ребята посмотрите эти фотографии если опознаете пропавшую душу и благополучно нашившийся станок наш а может и не наш я не знаю кого вы там опознаете то будь ласка напишите в комментариях потому что олегу чрезвычайно важно знать что же собственно ему досталось наследство от деда вот эти самые фотографии ну а теперь дальше к основной части нашего маргидонского балета не скажу ребята что мы с вами маленько зажрались не скажу что мы как-то жирком запурили но разбаловались маленько тайкон все эти роквелл и прочее прочее тут крема всякие обалденные и не то чтобы оторвались от земли а как-то знаете высоковато залетели я и подумала почему бы на миг не сделать отступление и не показать что-то другое и не показать просто так а показать в деле лично для себя я делаю четкую градацию между теми станками которые я мог бы посоветовать для новичков для начала именно для начала и теми станками которыми в принципе можно просто попробовать чтобы понять пойдет не пойдет ни для кого из вас не секрет что у человека под корки подсознание у большинства из нас сидит ну вот я возьму что-нибудь такое попробую не понравится да и хрен с ним немного денег потратил не жалко а потом что-нибудь хорошая возьму и лишь мизерный мизерный процент сразу же берет хорошие так вот для тех кто думает как абсолютное большинство есть танки стоимостью от 40 там до 150 рублей один из них сегодня у нас будет в гостях это дорка new line по моему если мне память не отшибает они платином pl602 пл602 это из-за того что с ним набор еще идет парочка лезвий по моему вот для этой цели собственно этот набор так и обозвали под видео будет ссылка на сайт где не только этот а еще раз что 10 или 15 подобных станков можно найти скажу чести ради что вот из них из этой серии и обрился всего лишь двумя это рапира супер платином они прошу прощения рапира платином люкс он на этом сайте тоже есть да и у меня на канале вы это видео найдете а еще я брился лордом но еще до того как открыл блог на тему бритья блога на тему бритья и скажу вам так и тот и другой мне понравились вполне достойных вполне нормальные станки то есть для начала чтобы человек просто в принципе понял его не его более чем достаточно сегодня у нас третий станок из этой серии и так с дорка все ясно и понятно мы его открываем крупным планом я моего показывать не буду не то чтобы он этого не достоин ну одно из двух или у меня мухи в руках играются или станок обиделся надеюсь первый вариант сразу же давайте ставим него лезвие посмотрим что из этого получится а ну обычную презентацию давайте прогоним здесь про какой-то вес говорить я думаю что бессмысленно станок у нас выходит трех составной видите вот это вот такая вот ручка с крутилкой а здесь вот в двух составной прошу прощения а здесь вот такая вот шляпка все вместе выглядит вот так что касается лезвие дорка то им тоже не ни разу не брился и даже не представляю что нас ждет с вами впереди но я думаю что живы то останемся лезвие дорка выглядит также достойно как и сам станок не знаю если видите или нет закручивается не просто но закручивается так закрутил до конца ребята вот обратите внимание вылет вылет со всех сторон для меня лично визуально одинаковый то есть тут все в порядке голова не скажу на что похоже таких голов я не видел в принципе обычный станок за 100 рублей так что вот какой-то он такой какой он есть что касается помазков очень большой соблазн побриться лошадкой тем более не обычная лошадкой не гнидой а вот видите такая вот светленькая дорожный помазок от лонг не карен подогнал на попробовать и на предложить этот помазок стоит стоит 1400 но сегодня сами понимаете при такой цене он сюда никак мы его наверно отложим все-таки на другой обзор а сейчас у нас будет с вами выбор какой из этих двух или китайский за 40 рублей который купил ближайшим ларьки наверное где-то года полтора-два он до сих пор жив хотя при этом порастратил ну может быть я не знаю волосков 15-20 вот такая вот красотулина или китайский который купил совсем недавно может быть пару месяцев назад он уже был в обзоре мы с вами им брились это фирма как-то называется то ли престиж то ли еще что то ну такая и понятно что это не престиж понятно что это китай он мне за ручку понравился давайте наверно что попроще и так что мы с вами сумме насобирали 93 рубля и 40 рублей уже сто тридцать три давайте к этому еще добавим за 35 рублей крем от московской фабрики по стелла по моему в описании в любом случае а ссылочку оставлю как я его купил в окей просто пришел взял там за 35 рублей и все крем называется бриз верху тим написано что за крем не знаю тоже ни разу не брился ну и это наверное самый гордый самый дорогущий представитель во всей этой компании это авто шейф арка вот собственно и наш бюджетный вариант все это вместе если сложить то мы вписываемся в 200 рублей круто ну не знаю наверно да круто давайте посмотрим чем это закончится крутизна для начала наверно все-таки крем не посмотрите какая запечатка интересная существует то есть фабрика не хухры-мухры все-таки какие-то основу соблюдает молодцы ребята качестве пришива нанесем аромат тонкий еле уловимый не знаю почему может быть из-за его дешевизна все-таки 35 рублей решили больше ароматизаторов туда не добавлять но он неплохой что-то летнее такое пока он пускает там работает а мы с вами возьмем замочим помазу и сейчас честно сказать я даже не знаю как поступить то или сразу на лице взбить или пену но знаете наверно учитывая размеры помазка давайте без всяких чашек действительно бюджетный вариант устроим сразу на лицо просто вжик и все бухнул от вольного тут наверно сантиметра два с половиной ну кривистость неплохая помазок ну сами понимаете тут такое ощущение что работаешь большой кисточкой для рисования но тем не менее смотрите покрыл еще раз проверю как закрутил станок резьба очень туго поэтому я решил проверить что собственно блин переволновался заболтался даже лицо не отпарил но сейчас то уже куда ладно без отпарки парни будем жить любом случае не знаю что это но это лучше чем это было ли за его отход файне да серьезно не так убийственно станок однозначно мягкий по агрессивности я бы его наверно поставил между восемьдесят девятый и четыре четвертой головой пока предварительно а я понял что мы сейчас с вами сделаем мы с вами в этот сценарий внесем небольшое изменение я думаю оно должно кое-что нам показать пена чересчур густая не пускает лезвия к себе но предложенные настойчивости конечно же все таки добиться можно так смочим добавим маленькой лады я думаю мы сейчас с вами по старой доброй традиции одну половину пройдем с этим лезвием а на другую половину поставим другое лезвие посмотрим как с другим лезвием заиграет тот же самый станок пока могу сказать что чуть чуть не удобно заходить вот этих местах и понятно почему от края лезвие где-то находится в пределах пяти миллиметров а то есть это не есть гуд конечно пена прям аж прям затвердела неплохо неплохо для станка за 93 рубля и для крема за 35 сэрпи крема за каждой сэрпи и очень понравилось как работает вот в этой власти прям так уху душевненько прошел так ребят я вам так скажу для станка за 100 рублей так и давайте знаете что давайте наверное попробуем все-таки в него поставить израильскую персону потому что тогда мы с вами на американская отработали вроде бы как у нас неплохо получилось так вот здесь вот такие вставочки они заблокировали лизе а вот сейчас интересно что у нас получится так как диана нет так это американская а куда израильская это делать мою а вот она вот она да и моя хорошая ты моя маленькая девочка спряталась тесняйся что не боись так ставим израильскую персону со слов ребят я сам в этом не дока я этими лезвиями раньше не брился но парни говорят следующее что вот американская которая мы с вами брились прошлом видео она вроде как по остроте не так уж шибко то и выступает фидеру а вот израильская вот это вот который мы сейчас с вами будем бриться она она по остроте также не уступает но она более мягкая чем американская так ли это ну сейчас надеемся надеюсь у нас вот этот станок что-то скажет крутится туго что говорить туго конечно так ну что ж помог за 40 рублей как бы поработал этим ну этот уже был давайте уже с чего начали тему продолжить ткани на переправе не меняет не обращайте внимание на те стуки которые доносятся у нас вверху ребенок растет он только познает мир поэтому всякое может вытворять пошел с богом так здесь подровняем сейчас упачки как интересно болеем прям блин блин парни ну не ляморту жур ну где-то рядом прям интересно чуть-чуть намочим смотрите как самозабвенно и целеустремленно вот эти два с половиной сантиметра крема отрабатывает про между прочим это с вами больше крема не добавляли на все это изделие за 35 рублей или 33 рубля сколько она там стоит да 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 это чуть-чуть широковать для меня зараза не встает так 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 это Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Достойный Собственно как и автошейф Молочко Сейчас посмотрим что будет Насколько оно высохнет А мы сейчас с вами быстренько пробежимся С чего начать то? Ну давайте наверное с героя нашего обзора начнем Дорка Лезвие приятно удивили Не ожидал Думал будет что то вырви глаз Сейчас будет что то такое Как вот с файном Помните? Камень уже в кармане лежит Думаю сейчас вытащу там залечиваться буду Нормально Вообще хорошо Вот этот станок на своем родном лезвии Он шел знаете как? Он шел уверенно Но все таки по верхам Десмондесир часто говорит что Есть такие станки, есть такие лезвия Которые с трудом добираются до поверхности Вашей кожи чтобы Нормально эту щетину зацепить Вот тут что то такое было Не знаю что тому виной То ли конструкция самого станка То ли та густота которую крем нам дал Но вот что то такое было И тут же кардинально Вся картина поменялась Как только что Как только мы перешли на израильскую персону Вот этой вот поверхности Вы знаете вот как самокат Прыгает прыгает по кочкам там по дорожкам Вот с горы где то вы спускаетесь Вот такое И только ты поставил эту персону Все Ты стоишь на ровной дороге Корпус лево Корпус право Ты полностью весь маршрут отследуешь Тебя несет Тебя летишь Ветер обдувает Ты все Ты в кассе Ты в обойме У тебя все хорошо Вот так вот одно простое лезвие В этом даже недорогом станке Поменяло полностью кардинально всю картину Можно ли побриться лезвием дорка Да Почему нет Очень даже запросто Больше чем уверен Что будь станок потяжельше Что то такое металлическое Не вот это вот так визуально Ну может быть грамм на 15 Ну не тяжелее 20 точно То и дорка бы вели себя совершенно по другому За все дорка говорить не буду Я могу сказать лишь вот за те которые были Вот в этом наборе Лезвия достойны Уж в любом случае они поинтереснее сегодня выглядели Чем восход в файне Там была жесть Там была хиросима Полная Кровища Там немцы пришли Там брызги во все стороны А здесь Вот такая вот картина Понравилось Понравилось И что я могу сказать Оставил бы я такой станок на постоянке Ребят конечно нет Вот за этот станок Нельзя сказать недорогой Вот про него можно сказать дешевый Вот на самом деле дешевый Дешевый пластик Дешевое исполнение Неплохая геометрия Не совсем обычная Потому что все таки угол приходится задирать Но неплохая Достаточно неплохо позволяет выбриться Что он сегодня лишний раз О кстати все пленки нет Что он сегодня лишний раз и подтвердил Но дешевизна вот этого пластика Вот эта вот понтовитая какая-то Блескучесть Которая во всем этом присутствует Лично меня она отталкивает Я понимаю что в руках держу дешевку Ну правда дешевку ребят Ну что головой душой кривить Прибавьте к этому что лезвие Слишком далеко стоит от края Вот эти вот пять миллиметров Которые вот здесь вот так вот Уходят в сторону Они не мешают Ну как мешают Затрудняют доступ В такие проблемные зоны Вот здесь я чувствую до сих пор А Не везде залез Полно станков у кого этих проблем вообще нет Там лезвия нормально от головки отстоят Все Плюс ширина Вот эти вот пять миллиметров Которые сюда-сюда вот от лезвия торчат Они лишние совершенно Они здесь ни к чему Я бы их убрал И вот эта вот пластиковая бабушка Которая здесь Ну ребят ну порнография чистой воды Взять На попробовать Чтобы понять Ваша не ваша Да Годен На подстоянку Ну ребят ну Вот из трех станков Что я пробовал Рапира Платинум И лорд 122 там Или какой я не помню 98 Что-то вот такое Знаете зеленая упаковка Металлический такой вот Станочек беленький Те это ребята однозначно круче выглядят Те дешевкой уже не назовешь И дешевыми не назовешь Да они не дорогие Но они не дешевые То есть это вот Вот Опыт вот такой вот Могу порекомендовать попробовать Но не могу порекомендовать на постоянку Однозначно Но удивил Побрил там Годно Годно Только конструктив И внешний вид Все портят совершенно Плюс вот эта дурацкая тугая резьба На мокрые руки Вы тут задолбаетесь Крутить А тут у вас лезвие пляшет А тут это Ну короче Так Мнение не очень Но Все исправил крем Я удивлен Что вот такой крем И стоит 33 рубля Или 35 рублей Ну Вы знаете очень интересно Очень интересно Вы посмотрите Ни сучка не задоринки Это во первых Пенообразование 5 Скольжение Для бритвы 5 Стойкость пены Да стойкость Аллавянного солдатика Там Вот встал И стоит И все Да нам похеру что за спиной Мне главное вот спереди сдержать Да и все Он знает что ему За спиной свои Вот он стоит своих И держит А тут Всех отбивает И пошли все нахрен Я знаю что мне надо делать Делать что должно Остальное не важно Будь что будет О Это вот этот крем Всего этого От 35 Рублевого крема ожидать Я и раньше был Хорошего мнения О наших Советских кремах Но честно сказать Вот этот бриз изрядно удивил Вот ему Чутка бы еще Чутка аромата добавить Тот который есть Он вкусный Хороший Но уж больно тонкий Ну кстати Зайдет любителям Кто не любит Сильные ароматы Так вот если бы его усилить Ну я был бы вообще удивлен Почему такое За 35 рублей Ребят снимаю шляпу Достойная вещь Очень хорошая Помазок Вы знаете Покупать китайский помазок Это всегда лотерея Не знаешь Где найдешь Где потеряешь Одно утешает Больше чем 40 50 100 150 рублей Вот этот помазок Я купил не один год назад Отдал за него там то ли 40 То ли 50 рублей Купил в лавке Это знаете Как вот в любом продуктовом магазине Сейчас понатыкали Ну не памперсы там продают Ну лампочки Спички там Крышки банки Ну всякую хрень Вот среди этой хрени Я нашел этот помазок Там и станки были за 40 рублей Китайские Но я брать его не стал Потому что я на него посмотрел Я понял что ему бритва не нужна И он сам по себе будет брить А если туда еще и лезвие вставить Такой он острый Угловатый Вот такой вот весь неказистый Прям вот не Возьми меня Мне страшно Я говорю дайте помазок Я отсюда уйду Не первая моя подобная покупка И раньше брал в таких местах помазки Ну примерно за ту же самую сумму Но кончалось все по-другому Узел вываливался Крошился на куски Я его просто выкидывал А этот держится Этот держится Я его сейчас определил Чищу компьютер Но встает такое время Что я его просто выключаю Распаковываю пылесос И там тыр-тыр-тыр пыль собирать Вот Сейчас я его вполоснул Видите опять пригодился То есть Сказал И он опять в строю То есть вот такие Китайские помазки тоже бывают Что касается лосьона Ребят одно слово Берите Берите Не жалейте 50 или 60 рублей Сколько он стоит Берите Хорошая штука Реально хорошая штука То есть вот Насколько я вот Не люблю молочко Которое оставляет жирные следы И потом ты там чуть-чуть Тиранулся И где-то там что-то У тебя уже на руках И у тебя вот это Вот знаете Противное ощущение Что кожа не дышит И что под той пленкой Которая на лице Собирается какая-то То ли влага То ли кислородный коктейль Вместе с твоим потом И с кислородом И никак не может выйти наружу И ты прикасаешься Вот это вот Всё Гадость несусветная Вот за это не люблю А здесь ребят Нет ничего такого И между прочим Это не хухры-мухры Это не тот жидкий лосьон Который И всё испарился У вас Я его сейчас не чувствую Реально не чувствую Вот Пленки нет Пленки нет На лице благодать На лице приятно На лице Хорошая штука И по аромату И по вкусу Знаете Это искусственный запах В природе таких встретить Но Это Знаете Это даже Это что-то такое Это Веселое Это Ближе к бирюзе Ближе к перламутру Океанский борт Вы несётесь Там Всё развивается А у вас там Волна Жижевый Абанзай Что-то вот Такое Веселое Такое Заводящее Но настроение поднимает Хороший Летний Радужный Прям бирюзовый Такой Прям в душу Прям втекает Если я глаза Открыл бы Сейчас Был бы На берегу На пляже Вот Интересный Хороший Ребят На всём этом Разрешите с вами Попрощаться Извините Что так Неожиданно Поменял кардинальную Тему обзора Просто хотелось Ребятам показать Хоть что-то Из той серии Которую Вы всегда Можете купить Сайт Будет в описании Под видео Ссылочку Я оставлю У этого сайта Полно всего У него только одна проблема Он оптовый Как вы сможете договориться С менеджерами На этом сайте Я не знаю У меня получалось Я брал Получится ли он у вас Попробуйте Свяжитесь Я к этому сайту Никакого отношения Не имею Я могу просто Пальцем показать Ребята Это там Уж как у вас дальше будет Но если вы всё-таки Договоритесь Да там всего полно Там только Много всего Много Чуть не спошли Ну много ребят Ладно всё Давайте Не забывайте про Олега Староверова Кто сможет Помогите пожалуйста Вспомните те видео Эти фотографии Которые были в начале обзора Ну а вам Дай бог счастья Радости Берегите себя Берегите своих близких Любите их Кому их ещё любить Кроме как не вам А они будут любить вас И когда вы рядышком будете Вечером сидеть Смотреть телевизор И у вас под одним плечом Любимое Под другим там все остальные Любимое Ну это ли не счастье Давайте Пока пока До новых встреч С вами был я Вадим С вами был я Субтитры сделал DimaTorzok